В Вооруженных Силах ДНР на прошедшей неделе проводились плановые занятия по боевой подготовке, сборы с командирами взводов и отделений, а также комплексные тактические занятия с мотострелковыми и танковыми подразделениями. Во всех подразделениях Вооруженных Сил Республики поддерживается высокая готовность к возможному обострению обстановки. Несмотря на действия режима прекращения огня, за прошедшие сутки значительно возросло количество обстрелов со стороны украинских боевиков, увеличилась их интенсивность, при этом применялись минометы, которые должны быть отведены от линии соприкосновения. На Мариупольском направлении обстрелу подвергались районы населенных пунктов Ленинское, Жабичево и Саханка, по которым противник выпустил 10 мин калибром 120 мм, также применялись вооружения БМП и различные виды гранатометов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов. За прошедшую неделю противник 14 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 63 минный калибром 120 и 82 мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 12 населенных пунктов республики. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены одно домостроение в населенном пункте Коминтерного по улице Ахматовой 7. В населенном пункте Саханка три домостроения повреждены по улице Ленина, а также обстрелу подвергался район школы по улице Вартазарова. На прошедшей неделе при защите республики погиб один военнослужащий. Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, в нашей разведке зафиксировано РСЗУ «Град» 14 штук, 100-мм противотанковая пушка «Рапира» 6 единиц, зенитно-ракетный комплекс «Стрела» 1 единица, танки Т-72 17 единиц, БМП, БТР, БРДМ 92 единицы. ВСУ продолжают усиливать наступательную группировку в зоне вооруженного конфликта. На Донецком и Мариупольском направлениях на прошедшей неделе основные усилия украинских оккупантов были сосредоточены на пополнении складов с боеприпасами и топливом. Также проводились мероприятия по маскировке стягиваемого к линии боевого соприкосновения тяжелого вооружения. Инженерные подразделения противника осуществляли подготовку маршрутов, выдвижения бригад 2-го эшелона и резервов на направлениях главного удара. Работы по расчистке и усилению дорог украинские оккупанты проводили, прикрываясь благими намерениями. Для того, чтобы не создавать панику у населения на оккупированной территории, мероприятия выполнялись под легендой оказания помощи жителям прифронтовых населенных пунктов. Агрессивные планы украинского оккупационного командования по развязыванию крупномасштабных боевых действий становятся все более очевидными. Военнослужащие ВСУ, выполняющие задачи в зоне так называемой АТО, постепенно начали осознавать тот факт, что их в очередной раз намерены использовать в качестве пушечного мяса. Собственно поэтому их не спешат ротировать с позиций и выводить на полигоны в глубоком тылу, хотя многие пересиживают положенные сроки более чем на 3-4 месяца. Подавляющее большинство украинских солдат, находящихся в зоне вооруженного конфликта, пришли в армию из-за желания хоть как-то заработать. Некоторые из них, наиболее предприимчивые, наживают неплохое состояние на мародерстве и торговле оружием и боеприпасами. В подавляющем большинстве украинские военнослужащие преследуют лишь меркантильные интересы. Их относительно устраивает текущая ситуация с высиживанием своего срока в зоне конфликта. Почти 80% личного состава ВСУ не готовы быть брошенными на верную гибель в какой-нибудь очередной котел, организованный бездарным военным командованием, как это бывало уже не раз. Не желая участвовать в реализации планов по возобновлению широкомасштабных боевых действий на Донбассе, более 400 военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной, 79-й отдельно-десантно-штурмовой и 57-й отдельно-пехотный бригад написали рапорта на увольнение из рядов ВСУ. В связи с этим ситуация в 25-й бригаде осложнилась настолько, что ее позиции в районе города Авдеевка пришлось усиливать подразделениями 95-й отдельно-десантно-штурмовой бригады из резервов командующего так называемого АТО. Украинские солдаты, отслужившие 24 месяца, решили воспользоваться своим правом на досрочное увольнение, предусмотренное украинским законодательством. Однако, командование бригад в зоне АТО, опасаясь массового бегства, подчиненных в преддверии планируемых наступательных действий, всячески скрывает от них предусмотренный законопорядок расторжения контракта. Многие украинские военнослужащие, выслужившие установленные сроки, не дожидаясь увольнения, самостоятельно убывают из своих воинских частей домой. Так, за два месяца 2018 года командованием оперативно-тактической группировки «Донецк» оформлены, как самовольно оставившие воинские части, то есть дезертиры, 217 военнослужащих, из них 21 офицер. Для восполнения увеличивающегося с каждым днем некомплекта украинское военное командование организовало проведение сборов с резервистами на полигонах Николаевской и Харьковских областях. В планируемых боевых действиях командование ВСУ намерено использовать граждан первых трех волн мобилизации, сварившихся ни в одном котле.